Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Твари! Что, простите? Так, спокойно, ничего страшного, просто человек ошибся. Он хоть знает, чем ты занимаешься? Послушайте. Я так понимаю, вы хотите со мной поговорить? Понимаю, что вы чувствуете, но вы ошибаетесь. Я не разбивала ничью семью, у меня совершенно другая миссия. Школа женского счастья это ваша? Вижу, ваша. Валерия Катаева ваша клиентка? Да, ну… Так вот, Валерия Катаева теперь жена моего мужа. Мне правда очень жаль. Послушайте, ну, ведь ваш муж, он взрослый, самостоятельный человек. Он же не теленок какой-то, чтобы можно было его взять и увезти. Он теленок. Тем лучше для вас. Вы свободной женщиной найдете себе настоящего мужчину. Будь ты проклята. Да она ошиблась. Наша мама не может никого обидеть. Ну, кроме меня. И папа. Но папа почему-то предпочитает это не замечать. Может, тебе немного развлечься? Развлекусь работой, у меня сегодня новая клиентка. Да это мне надо развлечься. У меня вообще-то повышенный уровень кортизола и адреналина. С этим спортзал, дорогая дочь, там стресс как… Так, все. Хорошего дня. Улыбнуться. Все. Пока. Так… Доброе утро, Дмитрий Викторович. Доброе утро, Дмитрий Викторович. Ничего. Скоро ты будешь мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Кофе? Чай. Зеленый. Да. Зеленый Сенча, пожалуйста. Хорошо. Какую проблему будем решать? Он меня не замечает. Это неудивительно. Видите, какая я... А я хочу ему понравиться. Значит, вы считаете себя непривлекательной женщиной? Да это не так. Спасибо. Спасибо. Скажите, а в детстве вы себе нравились? Мама говорила вам, что вы у нее самая красивая девочка. Моя мама считала, что детей хвалить вредно. Да? Моя тоже. Правда? Да. И когда кто-то говорил мне, что у меня красивые глаза... Мама говорила, что не надо бедную девочку обманывать. Да. Мы с вами родственные души. Глядя на вас, в это трудно поверить. И тем не менее... А кто вам помог? Сама. И вы сами себя превратите в красивую, уверенную женщину. А я только проведу вас за руку к этой цели. И я выйду за него замуж? Наша главная задача превратить вас в женщину, которая сама себя выберет мужчину. Ведь ваш планка вырастет, и вам не нужен будет кто угодно. И так, наше первое и самое важное задание. Саш! Ну открывай давай быстрее! Зачем закрылась вообще? Мама, я тоже рада тебя видеть. Мама, привет. Привет, дочь. Ты обещала в прошлый раз, что так больше делать не будешь. Потому что я не могу внуков навестить. То есть ты завтра уедешь? Ратную мать гонишь? Мама, нельзя просто вот так без предупреждения врываться в нашу жизнь. Ну если бы я вас предупредила, вы бы в отпуск уехали. О, господи. Чем так вкусно пахнет? Банально борщом и тушеной говядиной. Пошли. У нас нет говядины. А у вас вообще ничего нет. Мама, сейчас на дворе 21 век. Можно не тратить свою жизнь на готовку. Представляешь? Катька, ну не говори ерунды. В доме должна быть хорошая еда. Мама, надо мужа кормить, чтобы не уверить. Руки мыла? Проверяй, бролер. А ты, кстати, надолго к нам? Спасибо. А ты что, Дмитрий, ты ждать не будешь? А Дмитрий сегодня обедает с другом в кафе. Вы разводитесь. Да нет, все прекрасно. Мам, что ты такое говоришь? Мы с Димой не душим друг друга заботой и любовью. Да, да, мам, ну не делай такое лицо. Ты удивительный, конечно, человек. Не успела приехать, уже вверх дном перевернула весь наш дом. А, кстати, зачем ты приехала? Ты должна выдать меня замуж. Ты что не ешь, что ли? Явный какой-то. Аппетита нет. Видится, тройный вес, дорогу переходит. А нам этот заказ сам знаешь, как нужен. Да справишься ты. Не в первый раз. Да, легко сказать. Ну, возьми, возьми, конечно. Здравствуйте, я понимаю. Ну, нет, до четверга. До четверга, да. Я что, сваха, по-твоему? И чего вдруг? Ты двадцать лет твердила, что тебе одной лучше. Да, да. А что еще говорить о одинокой разведенке? Я женщина гордая. А тут вот увидела твой юбилейный пост. Пятьдесят счастливых женских сердец. И кто ты после этого, как не сваха? Где увидела? В твоем аккаунте. Как ты туда попала? А я современная тетка. И я хочу замуж. И я хочу счастливого женского сердца. И никогда не поздно это ты говорила. И не смей мне отказывать. Пожалуйста. Катя, здравствуйте. Я выгляжу полной турой. Я пристаю к незнакомому мужчинам. Я как человек-невидимка. Забудьте о том, как вы выглядите. До этого никому нет дела. Все, что вам нужно сделать сейчас, это подойти к незнакомому мужчине и заговорить с ним. Это не романтическое знакомство. Это ломка привычного поведения. Сделайте что-нибудь неординарное. Даже хулиганское. Выпустите себя на свободу, наконец. Вы меня поняли? Хорошо. Что? Я никогда не знала, что ты у меня такая. Это я у себя такая. Та, что была у тебя, давно уже кончилась, к счастью. Пей чай. Дмитрию позвони. Мне уже давно пора быть дома. Он же не хочет домой, что ли? Не говори глупостей. Пей чай. Пей чай. Я замуж хочу. Девушка, вам плохо? Отойдите, пожалуйста. Ненормальная какая-то. Может быть, у нее горе. Девушка. Девушка, вы меня слышите? Откройте глаза. Здрасте. Ба! Девушка, у тебя проблемы с личными границами. Чего? Вот моя комната, это мои личные границы. Сюда никто не входит без стука. Вмешиваться в чужую личную жизнь, это тоже нарушение личных границ. Вот это очень правильно. Да. Я никогда не влезаю в чужую личную жизнь. Ага. А ко мне? Ну ты же мне не чужая. Семья, я дома. Добрый вечер. Здрасте. А мы все жданки обождали. Дома не ужинает. Загорел как не это. Мам. Привет. Привет. А у меня, между прочим, проблемы с личными границами. Имейте это в виду? Я на конференции был в Сочи неделю. А у вас, я смотрю, проблемы-то посерьезнее будут. Вот такой вот ворот. Слушай, если ты не выдашь мою тещу замуж, покоя нам не видать. Ты шутишь? Нисколько. Алло. Ты меня слышишь? Кто тебе там пишет? Подожди, это клиентка. Ого. В смысле клиентка? Она вообще на часы смотрит? Дай, дай сюда. Да подожди, у меня важный разговор. Ничего страшного, это даже весело. Настоящее приключение. Просто человек не понимает, что это значит. Ломать привычное поведение. Да, 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 я сейчас приеду. Тебе не кажется, что это перебор? Слушай, человек из-за меня в историю влип. Не могу я бросить клиентку. А меня, значит, можно. Ну, прости. Прочитайте. И подпишите. Ой. А вам какие женщины нравятся? В смысле? Прямо. Просто очень непопытно. Вы привлекательный молодой человек. У вас наверняка должны быть какие-то предпочтения. Так какие женщины вам нравятся? Такие. Ну, с фигурой нравятся. Только я таким не нравлюсь. Протокол подпишите. А мне вы нравитесь. Только такими я нравлюсь. Женщины, я объясняю. Да нельзя могу так... Женщины, здравствуйте. Это недоразумение. Сейчас все объясню. Где твоя жена? О, господи. На работе. Какая работа ночью? Важная, видимо. Ты мужик или не мужик? Твоя жена от тебя по ночам бегает. А ты тут стоишь в воду хлебаешь. Ну, теперь вы понимаете, что это не было нарушением общественного порядка. Я понимаю, что вы обе немножко того. Зато мы не буйные. Ну что, отпустите нас с миром? А вы тоже для чего? Кстати. Тима. А-а-а! Что случилось? Ба, не бойся. Это же Костик. У него страсть к путешествиям. Другие у меня не такие. Извини, иногда у нас такое бывает. Спокойной ночи. Костик. Другие? Костик. Веселей. Так, всем хорошего дня. А поцеловать маму? Может, я сегодня пораньше сорвусь? В кино сходим, мороженое поедим. Не сегодня. Сегодня у меня сессия с новой клиенткой. Понятно. Ну ладно, Дим, ну не обижайся. Какое мороженое? Тебе худеть надо. Ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вы где, голубчики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом месяце только ваши коллеги были. Проверка о пожарной безопасности. Объявления не было как... Внеплановое, чтоб не приготовились. А то предупредишь, что вы приготовитесь, а потом опять вот это все. А зачем мне вас обманывать? Я прекрасно понимаю, что пожарная безопасность это важно. Ой, извините. Здрасте. Я что-то сегодня опять не очень. Я снова чувствую себя дурой. Да, голос так себе. Но это нормально, правда. Вы вчера просто подвиг свершили. Сейчас не очень могу говорить. У меня гости из МЧС. Да, увидимся вечером. Это для клиентов. Пользование электрическими приборами запрещено. Вы что, правила не знаете? Инструктаж проходили? Ну, конечно. Пожарная сигнализация работает? Да, наверное. А план эвакуации при пожаре где? При пожаре нужно выходить на улицу. Это я знаю. Да, нас тренируют учебными тревогами. Это надолго все, потому что ко мне клиентка должна прийти. Угу. Подпишите. Да ладно, штраф. А в следующий раз вообще закроем. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Ну, рассказывайте, что привело вас в мою школу женского счастья. Женщики за позором, героя брата! Девушка, они вам голову дурят за бабки, а вы ведете. Извините, это какая-то провокация. Давай, там, вонтрай! Давай, там, вонтрай! Прекратите кричать! Здесь люди работают! Давай, там, вонтрай! Простите. Сейчас я в полицию позвоню. Давай, там, вонтрай! Давай, там, вонтрай! Давай, там, вонтрай! Анна, подождите! Что? А ты что здесь делаешь? На прием пришла. А это что? Ничего. Решил скинуть лет пять-десять. А молодожная одежда? Молодит. Ой! Может, кофе предложишь клиентке? Я уезжаю. А ты попроси у Сашки Худи с черепом, тебе пойдет. Что ты имеешь в виду? Ключи на столе. Будешь уходить, закрой дверь. Надо бы окно помыть. Айо! Айо! Екатерина Сергеевна? А, нет, это ее мама. Клавдия Тарасовна. Это из школы звонят. Не это ищешь? Да воспитывались. Езжай скорее в школу. Драка, срыв уроков и двойки по геометрии. Да какая драка? Ерунда какая-то. Санька не то, что в драку. Он слова без надобности не скажет. Ну, это не он. Это она. О, Господи. Мне в налоговую надо. Сейчас я к Димке позвоню. Правильно. У детей есть отец. У него совещание. Нет отца у детей. Так, доча, значит, поезжай в налоговую, а я все уложу. У меня же большой опыт общения. Ты же не была ни на одном родительском собрании. Значит, стереотипное поведение не будет мешать коммуникации. Я же у тебя прочитала. Поклянись, что слова лишнего не скажешь. Детям там еще учиться. Спасибо. Сказать, что педагогический коллектив нашей школы в шоке, не сказать ничего. И мы хотим знать, во-первых, что происходит с вашими детьми. Почему они ведут себя так вызывающе. А ты должен пообещать, что никогда больше не притащишь в школу вот эту гадость. Это я вам гарантирую. И второе. Мы хотим услышать от Александры и Александра. Давно хотела спросить, а почему детей назвали одинаковыми именами? Александр и Александра. Так звали моих родителей. Это были замечательные люди. Они оба прошли всю войну. Воспитали четверых потрясающих детей. Тогда тем более, почему у таких прекрасных людей такие несносные дети? Простите, как вы назвали наших детей? Несносные. Именно так. Клиент номер А, 25. Пройдите как номер, номер 8. Здравствуйте. Прости. Тут какая-то ошибка. У меня ИПО счет заблокирован. Хотя я очень аккуратно плачу налоги. Да, номер счета заблокирован. Поступил запрос о проверке. Простите, пожалуйста. Алло. Да, Алин, ради бога, извините. У меня форс-мажор. Ну, птенечки мои, пошли. Порто. Я на тебя жалобу Министерства Просвещения напишу. Ну. Я на прямую линию президенту позвоню. Будешь знать. Птенки мои, все. Ба, ну ты лучшая, отожгла. Ба, у тебя же отчество, Тарасовна. А ты сказала, что твой отец Александр. Потому что нормального объяснения, что ваши родители с вашими именами отчебучили, у меня нет. Поэтому пришлось импровизировать. Так, ну, может быть, теперь ты скажешь, почему ты подралась? Нет. А двойки? Да что двойки? Двойки я исправлю. У нас учитель новый. Ну, ребят, ну давайте. Ну давайте все-таки как-то, ну надо же хорошо себя вести. Бабуль, а ты что, рылась в моих вещах? Я прекрасно помню о твоих личных границах. А это вот я в гладильной нашла. Пожарная, налоговая, девицы эти странные. Это мало похоже на совпадение. А что же это? Вы же не верите в порчу? Ну нет, конечно, но если иметь некоторые связи и деньги, можно организовать массовые неприятности. Нет, это слишком сложно. Давайте оставим мои проблемы и займемся вашими. А давайте я вашими, а вы моими. Вы? Спасибо, ненужная сама. Прошу вас встать и пройтись. Как модель. Нет. Да, да, да. Прямо здесь? Ну, конечно. Сейчас попробуйте дать свободу рукам. Они у вас прижаты к бедрам. Теперь идите. Грация. Теленье. Какой у вас размер ноги? 38. Попробуйте. Смелее, смелее. Эй. Так. Теперь идите. Ой. Боже мой. Какими туфлями, только ботинки. Да это уже преступление. Перед мужской половиной человечества прятать такие ножки. Всем привет! В прямом эфире заметки энтомолога. Сегодня у моего Пьеро прошло первое знакомство с большим миром. Я и Пьеро остались непонятными враждебным миром близоруких самолюбивых приматов. Здравствуйте, энтомологи. Это люди, изучающие насекомых. Я покажу вам Костика и его собратьев. Не покидайте канал. Одну минуточку. Ба, ты Костика не видела? Как он, Костика? Костика. Ты с ним вчера познакомилась. А, Костика! Нет, я не видела его. Слава Богу. Мама, я еще от вчерашней встречи не отошла. Давай, беги. Мой руки и за стол. Прости, Господи. Я и правда чувствую себя уверенней. И это хорошо. Я пришлю еще готовые варианты. Посмотрите подборку. Подключите творческий подход. Само иронию. Она у вас прекрасная с самого начала заметила. Если честно, я немного волнуюсь. Не могу поверить, что он наконец меня заметит. Никаких сомнений. А чтобы не действовать вслепую, давайте проведем небольшое исследование. Вы можете набросать мне его портрет? Что он за человек? Чем интересуется? Что любит? Ты сразу их не взлюбила? Шурик, ты ручки помыл? Давай за стол. Ты смыла их. Утопила живьем. Только Костик выжил. Я нашел его в унитазе. Шурик, но это же тараканы. Такая гадость в доме. Везде ползая. Я ненавижу тебя. Если ты еще раз зайдешь в мою комнату, я... мы с Костиком... Катя вернулась? Нет. Ну, у меня уже все готово. Ладно. Тогда хотя бы поем. Ну, давай. Так. А Шурик? Где Шурик? Ну, после того, что ты сделала с его драгоценными насекомыми, он сидеть с тобой за одним столом не будет. Просил передать. И еще. Он не Шурик. Жаль захочет явиться. Привет. Привет. Ну? Рассказывай, что вы там сегодня в школе натворили. Обещаю, ругать не буду. Да все отлично. Правда, бабушка такой трэш устроила. Ты же обещала. Да все в порядке. Я все уладила. Я обещала. Спасибо, мам. Ах, Сашка где? Или он уже поел? Угу. Как совещание? Какое совещание? Ну, ты написал, что у тебя совещание, когда тебя попросил в школу приехать. А, ну, оно должно было быть. Ты наврал мне, чтобы не ездить в школу? Слушай, ну, прости. Я терпеть не могу все эти собрания, разборки. И у тебя это лучше получается. А у меня вообще-то были проблемы. Ну, какие могут быть у тебя проблемы? У микробизнеса, а микропроблема. Почему из школы звонят мне, а не тебе? У детей вообще-то еще есть отец. Подожди, ты сама сказала, занимайся работой, а я буду заниматься семьей. Помнишь? Помню, но это было давно. У меня еще не было моей школы женского счастья. А сейчас у меня дело. Ну, что ты от меня хочешь? Чтобы я вместо тебя ходил в школу? Ладно, в следующий раз. Отлично. Ну, только не времени, пожалуйста, больше. Ну, прости. Больше не буду. Обещаешь? Обещаю. Тебе. Кому это тебе? Александр? Саня? Зайчик мой. Открой бабули. Я мириться пришла. Ну, прости меня, дуру старую. Ну, бес попутал. Ну, я же не знала, что ты так любишь этих вот тараканов. Ну, хочешь, я поклянусь, что никогда не трону ни одну твою гадо насекомую? Клянись. Клянусь. Маму твоей клянусь. Ты слово дала? Папа. Как дела в школе? Да все отлично, пап. Просто знайте, если что, я на вашей стороне. Угу. А вот эта бабочка. О! Ага. Так. А ты почему не ешь? Я толстая. Чего? Я с тебя пример беру. Это не означает, что ничего не нужно есть. Мам, это именно это и означает. Не хочешь, не ешь. Ну, ты что, с ума сошла? Ну, как это не ешь? Мам, не начинай, а? А вот, кстати, когда начнем? Что? Ну, замуж меня выдавать. Бабуль, ты готова применять свободу на стирку чужих носков? если что, свои носки я стираю сам. Твои носки стирает стиральная машина, если что. Спасибо. Спасибо. У вас две минуты. Спасибо. Кстати, что у вас происходит, Дмитрий? А знаете, мам, пожалуй, сейчас и начнем. Отлично. Отлично. Вам помочь? Нет, спасибо. Спасибо. Алина, здравствуйте. Алло, Катя, здравствуйте. Все хорошо? Нет, нет, все в порядке. А вы сейчас не очень заняты? А что-то случилось? Мне просто тихо, неудобно. Вы не могли бы мне сейчас помочь? Да, конечно. Присылайте адрес. Что значит эмпатия? Как бы тебе объяснить? Ну, допустим, один человек расстроился, а ты это понимаешь и сочувствуешь ему. Ага, поняла. Отлично. Погоди, погоди. А если он из-за какой-нибудь ерунды расстраивается, что? Значит, ему тоже сочувствовать, да? Мам, давай пропустим этот пункт. Мне нужно отъехать по работе. Я вернусь и мы продолжим. Ага. Дай, давай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А еще миндальные круассаны люблю Ужас какой! А я панакоттал, там почти 400 килокалорий Кать, мне кажется, мне не пригодится вечернее платье Я же не хожу по вечеринкам, но оно такое! Пригодится, Алина, обязательно пригодится! Можно вопрос? Конечно! Как вам удалось решить проблемы с налоговой и пожарными? А, это просто, у меня папа со связью А-а-а! Спасибо! Это вам! Благодарю! Пожалуйста! Подождите, а как же в полиции? То есть, один звонок папе и все разрешилось бы? Во-первых, мне было не страшно, а весело А во-вторых, теперь я знаю, что я могу вам доверять Так, новое задание Записать? Не надо! Завтра вы подойдете к нему и сами начнете разговор Да, только не обычный треп А по работе, чтобы он, наконец, уже понял вашу значимость Чтобы у него открылись глаза, понимаете? Может, перейдем на ты? Угу Ой, господи, мама, нельзя же так пугать Ты где была? Ты не отвечала на мои звонки? Дима спрашивал, где ты? Я Дима сам мог бы мне позвонить Спокойной ночи Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро, Дмитрий Викторович Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро, Дмитрий Викторович 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 Доброе утро, Дмитрий Викторович